Так, всем привет, с вами Домгай, мы продолжаем играть за французскую коммуну. В прошлой серии мы завершили достаточно удачно революцию в других странах, подготовились к войне с Германией, хотя у нас все еще некоторые минус по танкам, но основная часть как бы уже на поле боя, 8 танковых дивизий, достаточно плотных, очень-очень себя должны хорошо показать. Так что мы готовы прорываться, давайте не будем, собственно говоря, томить с этим, и сразу попробуем атаковать. То есть, авиация у нас здесь на позициях, вот, кстати говоря, я вывел не весь, надо вывести, и, ну-ка, вот такая вот пушка перевести, а так, да, у нас без проблем мы можем пробиться, как вы можете видеть, у нас атака почти такая же, а мы еще и атакую, как бы, да, то есть у нас минус местность, ну да, немцы, я чувствую, сейчас все поплывут. Вот, и вместе с этим мы делаем тут реваншистскую пропаганду, чтобы получить плюс бафы против Германии. Тем временем тут Испания захватила Португалию, приятные новости, и вот Австрия вступила в войну, надеюсь, сюда достаточно войск стянут, но я думаю, да. Я не буду уже перетягивать, потому что мне на самом деле надо просто прорываться и перетягиваю немножко авиацию чуть дальше. Кстати говоря, у нас здесь стоят радарные станции, так что они очень помогают нам в боях, и у нас уже неплохо подследованы доктрины, но, кстати говоря, можно доисследовать до конца. Пробуем мы немножко нашим флотам здесь помогать, вот допустим, какие-то вот такие можно вылазки делать, но в остальном, конечно, я предпочел бы не сражаться на море, так что я буду аккуратненько следить, если я буду видеть, что мой флот идет в суицидальную атаку, то, конечно, я его остановлю. Ну а так мы неплохо оттопим конвои, еще и здесь тоже, нарушая пути снабжения наших врагов. Перемещаем мы наше орудие за нашей армией, здесь вон даже получилось небольшое окружение приятное, стоит его, конечно же, ликвидировать, самое главное, что там попались танки. Ну и мы достаточно успешно атакуем, кстати говоря, вот случилось то, о чем я говорил, Сербия со своими союзниками, забавно, что там оказалась Болгария, напала на Австрию, и тоже перетянет теперь туда неплохую часть силы, я подозреваю. Кстати говоря, Австрия не воюет с Италией, хотя она воюет с нами. Видимо, она напала другой войной, что ли? Непонятно. И у нас инвентик на освобождение Эльтас Лотаринки, прекрасно. Кстати говоря, пора уже военную экономику поставить, да? И мы тут неплохое окружение сейчас делаем, да? Тут Кайзер, раз уж умер от известия об этом окружении, здесь у них, видите, укрепление есть, а подожди, да, вот там есть укрепление, здесь есть укрепление, а здесь почему-то их нет, ну, допустим. И вот они там неплохо держались, но до преда времени, теперь они там без снабжения, и это вопрос времени, когда мы их добьем. Отлично. И итальянцы, кстати говоря, очень успешно справляются с Австрией, смотрите, они наступают. Давайте посмотрим, что там с Россией. Арсекс, кстати говоря, очень много Варскоро себя забирает, потому что воюет там, но я думаю, когда мы захватим полосу Германии, Австрию, мы тоже получим много Варскоро. И вот оно, добейся, давайте-ка поможем всеми силами, накинемся, тут у нас танки еще есть, и неплохо так немцев, сколько там, дивизии под 50 в сумме, я думаю, было, да, в раз и исчезли. Немцы тут пытаются что-то контратаковать, пока я свои войска немножко реорганизую, да, но мы видим, что это неуспешно у них получается, и сейчас мы, когда планирование наберем везде, да, начнем новый этап атаки. И вот планирование набрано, можно пробовать наступать. Наши пушки, кстати говоря, стоит чуточку подвести по-другому, да, все-таки они дают очень тоже важные дебафы врагам, ну и, да, где-то, кстати говоря, не очень успешно мы пробиваемся, но это временно, я думаю, это из-за укреплений, да, здесь вообще проблем нету, собственно говоря, но здесь у нас все-таки танки, да, танки, это совсем другой разговор, танки не имеют вообще проблем с немцами, но вот пехота на юге, конечно, чуть сложновато, но я вижу, что, да, мы справляемся везде по фронту. И еще одно окружение получилось совершить с некоторой поддержкой наших танков. И тут же мы его, я думаю, ликвидируем. Очень хорошо продвигается наступление, давайте посмотрим потери. Всего 438 тысяч, мы им нанесли 1 миллион, здесь сложно сказать, но кому-то мы понаносили урон, кому-то как будто бы нет, не очень уверен, где я тут с Австралазией воевал, но допустим, воевал, так воевал, может это флот, может это авиация, кто знает. В любом случае, трехспакт, я думаю, пойдет очень скоро. А вот и падение Берлина подъехало. Тут осталось совсем немножко, да. А вот и капитуляция к Германии подъехала. Успешно мы здесь пробились. Стоит здесь все войска союзников немецких добивать. И здесь Даню какую-нибудь добить, да. Потом там еще Норвегия есть на севере. Но фактически рейхспакт уже, можно сказать, впал. Вместе с падением Германии. Тут еще надо будет Австрию капитулировать, но тоже не думаю, что она может нам составить хоть какое-то сопротивление. И останется после этого добить Антанту. И я полагаю, буду в будущем Россию. Ну и ликвидировали мы тут все эти окружения. Добиваем Австрию. Сопротивление плюс-минус окончилось. Потери, конечно, колоссальные. Но, слава богу, не у нас. И интересно, как там будут сейчас миры работать, если, допустим, нам на Россию в теории нападать. Но я бы, конечно, предпочел не сразу, а закончить вот эту войну, закончить Антанту. И потом уже Россию. Я просто не помню, возможно там ивент, а возможно там какой-то фокус и потом решение. Посмотрим, что как будет. Вот и крах Рейхспакта подъехал. Нас, кстати говоря, затроллили. Польша взяла и освободилась. Я думал, мы ее захватываем, а она освобождается и нам все снабжение обрезает. Кайф? Ну, конечно же, кайф. Какая прекрасная игра. Вот и капитуляция Австрии. Пора съедать эти территории. И забавно, что Даня тоже с ними. Но остальные сейчас будут добиваться, я так полагаю, независимо. Люблю новые миры, когда у вас много варскора. Я просто взял и забрал себе абсолютно все территории. Еще и флот тоже утянул. Прекрасно? Я считаю. Прекрасно. Если говоря, можно тут понажимать кнопки на интеграцию. Конечно же, мы их понажимаем. И вот мы уже наступаем на восток. Там на юге тоже потихоньку странно капиталируют. Албания, как осталось. Наши людинки на самом деле очень даже полезны. Как вы можете видеть, они там захватывают. Они здесь неплохо помогали. И даже в Германии. Кроме того, они очень, я бы сказал, профессионально отравят на наступление. Вторжение тоже. И даже, я помню, сюда попробовала Испания высадиться. Хотя у нее немного не получилось. Но сама попытка была неплохой. Так что я доволен. Доволен. Вот и Балтика сдалась. И осталась буквально тут Беларусь, Украина. Тонкубань. Ну-ка, давайте посмотрим здесь. А, ну и всякая мелочь. На самом деле, Болгарию бы и вот это немецкое правительство бы капитулировать. Но я подозреваю, что оно в один момент и так распадется. То есть вот стабильность падает, да? Можно, кстати говоря, туда закинуть какого-нибудь шпиончика. И там еще стабильность, да? Дополнительно забивать. И если оно распадается, по-моему, оно теряет все свои территории. Так что нас вполне устроит такой вариант. Там Новая Англия сдалась. Почему-то нас туда еще позвали. Видимо, она нас с нами тоже воевала. Но их просто присоединят штаты, синдикаты. Если быть точнее. И, судя по вот этому вот состоянию вне войны, Канада просто сдалась после того, как синдикаты захватили какие-то точки. Оно и хорошо. Теперь им достаточно просто добить Тихоокеанские штаты на пару с Мексикой. И в Америке мы, можно сказать, победили. Сама только небольшая вот здесь вот заминка с Бразилией и Перу, как вы можете видеть. Но тоже, как я вижу, справимся. Ничего такого, что мы не смогли бы сделать. Помните, я говорил про испанскую высадку? А вот она. Никто, как говорится, не ждет испанских высадок. А они уже захватили Дублин. Да, да. Прекрасная работа, испанцы. И вот мы уже, можно сказать, добили всех на востоке. Нужно теперь заняться Финляндии и Норвегии. Хотя здесь Россия пытается заниматься Финляндии. Но это, думаю, будет долго. И думать насчет высадок в Сицилию. Ой, точнее, Сардинию. И в Норвегию, да. Ну да. Я тут подумал, отчего бы наши танки не отправить в Ирландию и не добить Ирландию. Собственно говоря, это мы и сделали. Ирландия добита. Здесь у нас уже готовится высадка. И после этого мы будем готовить высадку уже во Францию. Кстати говоря, тут поляки нас затроллили. Смотрите, как взяли и окружили наши войска. И мы не можем через них теперь пройти, да? Ну ладно, они хотя бы дают нам право прохода. Слава богу. Иначе это был бы вообще ужас. И смотрите, у нас здесь ивент про железнодорность Черчилля. Это что-то вроде, я так понимаю, холодной войны между нами и Россией. И теперь, да? И получается, ну, они на нас не напали пока что, не мы на них. И мы реально готовимся. Это правда. Но мы готовимся не так, что нам не хватает сил напасть. А так, что нам сначала стоит разобраться с другими войнами. Но в чем-то он, конечно, прав. И поехала высадка в Норвегию. Также мы, конечно же, поддержим с моря нашу высадку и с воздуха. Я думаю, с такой поддержкой мы должны высадиться успешно. Тем более, что вода части уже доехала и начинает кидать территорию захватывать. Ну да, мы успешно взяли морские порты. Теперь можно добивать всю Норвегию. А тем временем Россия на востоке забрала Финляндию. Тоже приятные для нас новости. А что наши союзники смогли высадиться в Сардинии и ее захватить? Тоже очень приятные новости. Что нам осталось здесь? В Европе, по-моему, все. Да, я думаю, на этом можно серию нашу опять закончить. Ликвидировали мы все сопротивление в Европе. Крайне мере, вот. Из текущих наших врагов есть, конечно, еще Россия. Здесь вот я хочу Нидерланды захватить, чтобы не было никаких приколов где-то в Талу. И нам в следующей серии предстоит, я думаю, разобраться до конца с Нидерланды. Плюс-минус респакт вот этот вот добить. Вот эти вот буквально пару стран, да. И после этого мы будем уже сталкиваться с Россией в прямом сопротивлении. Так что, ребят, с вами был Довгей. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.